Так, поехали дальше. Женская территория. Запускаем это я ваши комментарии смотрю. Так. Господа, как у вас? Давайте я ваши комментарии чуть-чуть почитаю. Пока поставьте, пожалуйста, плюсик, если все хорошо, все видно. Так. В основном ссылки на сайт. Мне мои клиенты говорят, что у вас, наверное, очень дорого. Был лендинг плохой, заявки были по 50к, сейчас нет заявок или недорогие, не понял, к чему это. А, это был лендинг плохой, заявки были по 50к, сейчас нет заявок. Тогда верните, если у вас был лендинг, короче, никогда не делайте следующее действие, господа. Это вот прямо сразу по поводу ваших лендингов. Если у вас есть лендинг, вот объясню. У меня есть мой сайт, да, там, mcontext.ru, и я его не переделываю. Мне очень часто говорят, а у тебя там плохой дизайн, а у тебя еще там что-то. А вот нам не нравится там, не знаю, цвет, а нам не нравится то. Но мне говорят это не мои клиенты. И мне абсолютно наплевать, кто чего там считает. Сайт некрасивый, окей. Но пока вы деньги не зарабатываете на своих сайтах, как говорится, не надо учить папку. Вот. Я бы с удовольствием переделал, может быть, сайт, и у меня есть и хорошие, красивые дизайнеры, которые красиво рисуют, и все. Но я не переделываю просто потому, что сайт приносит деньги. Не трогайте. Ну, ладно, не буду эту пословицу произносить. В общем, если у вас есть сайт, дорабатывайте его, никогда не переделывайте заново. Например, одна девочка, знакомая где-то в 2013 году, у меня училась, у нее было агентство этих, не праздников, а проведение свадеб. Был страшный лендинг, и у нее были заявки. Потом она говорит, Кость, посмотрел сайт? Я говорю, я же смотрел сайт. Мне говорят, я переделывала, и у меня заявок нет. Я говорю, а зачем переделывала? Он говорит, да он некрасивый какой-то, и мне, в общем, дизайнер решил сделать красиво. Причем лендинг старый был сделан по моей концепции, а новый дизайнер решила сама сделать. Ну, в общем, господа, что я могу сказать? Переделывайте, доделывайте сайты, никогда не переделывайте заново. Так, ну, надеюсь, вы это будете помнить. Поехали дальше. Дальше у нас идет подготовка к родам в Саратове. Занятие, курсы, упражнения, гимнастика для беременных, теория и практика. При записи через сайт, первичная консультация бесплатная. Да, да здесь надо написать, что это запись. Ну, ой, ой, а у меня на сайте что-то... Ой, ой, что-то случилось. Ой. Не, ребята, не я. Что-то с сайтом не так. Он куда-то, он пропал куда-то, сайт. Сайт куда-то пропал. Погодите, так не может быть. Так, нет, нет, это не тот. А, был другой сайт, правильно. Так. Занятие проводит Лилия Балдина, психолог. Я просто не знаю, что я нажал, но что-то нажал и меня перекинуло на сайт основной. Сертификаты. Сертификаты. Мне всегда это очень нравилось. Ну, просто в блок сертификаты, наверное, как вы, может, кто-то из вас знает, если кто-то давно занимается интернет-маркетингом, вот этот блок сертификаты, он пришел, наверное, где-то с 2012 года. И в 2013 году, я помню, у меня был клиент, девушка тоже, и она прислала мне все сертификаты, которые у нее есть. Она занималась SAP ERP-системами, и она мне прислала даже сертификат о том, что она прошла школу драйва BMW, ну, то есть, правильно, как ездить правильно на автомобиле, в общем. Я когда спросил у нее, зачем, она говорит, ну, ты же попросил все сертификаты выслать. Вот я и выслал все сертификаты. Ну, это я, конечно же, не говорю ничего, просто если сертификаты есть какие-нибудь левые, то просто надо каждый сертификат подписывать. То есть, у вас что-то есть на сайте, да? Вот, картинка. Три с половиной, понимаете, вот по картинке непонятно ничего. Вот я пальцем закрываю текст, и я вижу, что это мой ноутбук и бассейн, и все. А я раз, убираю пальчик, и вижу, что написано, три с половиной месяца в году зимует в Таиланде. О, понятно. То есть, понятно, к чему эта картинка. То же самое, если у вас есть какие-то сертификаты, еще чего-то, картинки, не просто вставляете картинки, всегда подписывайте их. Это очень важно. Стоимость занятий, групповые занятия, партнерские роды. Я, конечно, понимаю все, но если клиенты, нет, если посетители сайта знают, что такое партнерские роды, то окей. Я, к сожалению, не знаю, что такое партнерские роды. Надеюсь, что это не мальчик-мальчик. Извините, неудачная шутка. Но я бы расписал, что такое партнерские роды и как это выглядит. И групповые занятия я бы расписал, как это выглядит. И, кроме этого, я бы еще сделал какую-нибудь кнопку, да, записаться на групповые занятия отдельно, кнопку и отдельную кнопку на партнерские роды. А вот это бы я убрал. Потому что пустая просто форма, но она ни к чему. Практические занятия, йога для беременных, упражнения, фитнес для мозга. Тоже цен нет, кнопок нет. Здесь уже ленимся. Тоже стандартная болезнь всех лендингов. Вначале мы стараемся, делаем красиво, а потом пофигу, там уже люди схавают. Так нельзя. То есть люди, которые доходят вот досюда, они начинают просто теряться. Если вам лень делать досюда, просто не делайте. Сделайте короткий лендинг. Теоретические занятия. Ладно. Тревога и страхи во время беременности. А, понял. Я бы записал видео. Вот тренинг директологов, вот непонятная хрень. Вот честно вам скажу. Вот вы приходите, например, на этот вебинар. Вы примерно понимаете, что происходит. Ну, для тех, кто, конечно, пришел в начале, в принципе, все понятно. Для тех, кто в середине, вот вам непонятно, да? То же самое. Вот, например, берем... Нет, не берем. Висим. Так. Одну секундочку. Это уже холодно. Так. А страница не отвечает. Давай еще раз страница. Отвечай. Крайне рекомендую делать так. Есть лендинг. Тренинг директологов. Мы его допиливаем постоянно, потому что некоторые люди, опять же, они оставляют заявки, да? Некоторые говорят, а у вас тренинг, он живой или не живой? Понятно, надо дописать. По заявкам всегда ориентируйтесь. Если заявок нет, значит, с лендингом стопроцентные траблы. Когда люди спрашивали, о, тренинг директологов, непонятная хрень, а что происходит там? Окей, ребята, посмотрите видео, и все, тренинги директологов девятого потока. Разжеваны все вопросы. Смотрим. Далее. Что будет изучено подробно? Это у меня отблок сработал. Картинка Google AdWords будет заблокирована всегда. Яндекс директологов, Google AdWords, лендинг пейдж, все основные источники трафика. Я специально расписываю это вот прямо в начале, потому что это прямо вот самые популярные вопросы. Есть список каких-то вопросов, которые постоянно люди задают. Естественно, они разжеваны, должны быть в видеоформате. Если у вас вот что-то вроде для Лии, специально рассказываю, подготовки родом к Саратову, вообще к что-то в виде инфопродуктов, то в любом случае вы берете, записываете видео, где отвечаете на все вопросы. Типа бьюти-блогеров, которые, знаете, топ-10 вопросов обо мне. Вот примерно то же самое. И дальше идут прям вот стандартные вопросы, которые задают. И в порядке убывания. Прям идут, 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 идут. Иногда можно что-то повторять. Прям типа, вы запомнили, что с вами произойдет вот это. И так далее. Тоже крайне рекомендую посмотреть. Просто последовательность. Подумайте об этом, потому что люди, которые заходят к вам на сайт, некоторые еще говорят, здрасте, а вы подготовкой к родам в Саратове занимаетесь. И когда вам третий человек это говорит, это значит, что человек не понимает, где он находится. Ну, теоретически только. Спасибо. Спасибо.